Роль сельского хозяйства в нашей стране велика, и женщины являются важными участниками и вкладчиками как в развитие сельского хозяйства, так и благосостояния семьи. Сельские женщины считают себя отличными фермерами, потому что они, наряду с другими видами деятельности, активно трудятся и в сфере предпринимательства, и занимают особое место в обществе. Труженицы способствуют развитию сельского хозяйства и, самое главное, повышению социального положения своих семей. 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Впервые этот день отмечался в 2008 году. В резолюции Генассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года официально объявивший этот день отмечается важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах. По данным ООН, сельские женщины составляют более четверти всего населения планеты, а в развивающихся странах примерно 43%. На них возложена основная ответственность за обеспечение продовольственной безопасности, так как они производят, перерабатывают и готовят большую часть продуктов питания. Исследования показывают, если дать женщинам доступ к образованию, консультативным услугам и специальным учебным курсам, они могут увеличить урожайность на 30-40% и доходы от сельского хозяйства на 4%, тем самым обеспечив дополнительную выгоду для 150 миллионов человек по всему миру. Согласно докладу ФАО «Гендерные вопросы сельское хозяйство и развитие сельских районов Узбекистана», почти 30% всех трудоустроенных женщин Узбекистана заняты в отрасли сельского хозяйства, и многие фермерские хозяйства находятся под руководством женщин. Зульфия Абдураима проживает в Махале-Буниоткор Бекабадского района. Она занимается хлопководством, садоводством, рыбоводством, пчеловодством. И это еще не весь список ее деятельности. Она объединяет женщин своего кишлака, чтобы они тоже могли зарабатывать деньги своим трудом и обучает, что нужно делать для увеличения доходов. Доходы, поступающие от продажи продукции, дают возможность покрывать хозяйственные расходы и удовлетворять повседневные нужды. Сельские женщины могут начать самостоятельный бизнес или организовать коллективное сотрудничество, чтобы обеспечить занятость и улучшить свое материальное положение, говорит Зульфия Абдураима. Свою деятельность я начала в 1999 году с шестью гектарами земли. Сажаю хлопок уже почти 25 лет. В то время такой спецтехники, как сейчас, не было. Проработали некоторое время, накопили денег и купили использованную сельхозтехнику. Затем накопили деньги и начали думать о покупке новых. В настоящее время у меня 110 гектаров полевых площадей. На 60 гектарах посажена пшеница. На 50 гектарах хлопчатник. Выполняется план на 100%. В моем достижении очень велика доля моих детей. Также постоянных и сезонных работников. С их помощью каждый год справляюсь с поставленной задачей. По плану я должна получить 3 тонны 300 килограмм с одного гектара. Но я получаю по 4 тонны. Нашу продукцию принимают только в первый сорт. Сегодня 8 дней начала хлопка. За эти 8 дней мы сдали более 100 тонн хлопка. Через неделю мы полностью соберем хлопок. В этом году у меня есть намерение продать хлопок за 1 миллиард 300 миллионов сумм. С каждым годом добиваемся хороших результатов. На полученный доход начали приобретать новую спецтехнику. В любом деле можно достичь ожидаемых результатов, если быть, как говорится, в ногу со временем. Если есть своя спецтехника для деятельности, конечно же, ускоряется работа. Недавно заказала трактор на хлопкоуборочную машину. Скоро должны привезти. Но, как вы знаете, собранный вручную хлопок будет высокого качества. При ручном сборе потери сводятся к минимуму. А может быть, даже и не быть потерь. Производительность машинной сборки в 50-70 раз больше ручного. Но волокно более засырено растительными примесями и требует интенсивной очистки. А собранный вручную хлопок отличается высоким качеством и чистотой. Работникам вовремя оплачивается зарплата. За один килограмм хлопка они получают полторы тысячи суммов. Сегодня семья из трех человек за три дня работы получили 1 миллион 700 тысяч суммов. Во время сезона сбора хлопка женщины-махали спрашивают, когда можно приступать к работе. Во время сезона они хорошо зарабатывают. На данный момент работает 80 человек. В выходные дни количество желающих увеличивается. Я плачу им по факту за проделанную работу. Также сюда приходят местные пенсионеры, чтобы активно участвовать в сборе хлопка и одновременно вносить свой вклад в семейный бюджет. Мархаматопа тоже пенсионерка. Она говорит, что предпринимательница умеет поощрять своих рабочих. Недавно каждому сборщику раздала подсолнечное масло. Семь лет я помогала своей маме, усваивая навыки земледелия. После замужества продолжила это дело, вела хозяйство. На данный момент мои невестки мне помогают в этом. Они большие молодцы. Теперь у меня появились другие увлечения. Занимаюсь цветоводством, выращиваю и продаю разного рода цветы, такие как розы, кактусы, каланхоя, глобус. У меня очень много видов комнатных цветов. Жду сезона сбора хлопка, потому что люблю этот процесс. Человеку, привыкшему работать на поле и любящему свое дело, это доставляет большое удовольствие. Поверьте мне, если я не буду работать, буду чувствовать себя неважно. Поэтому у меня практически нет свободного времени. Кстати, кроме комнатных цветов, выращиваю и продаю различную зелень. Сидеть без дела – это не про меня. И если невестки замесили тесто, пока они заняты своими детьми, быстренько выпекаю ароматные и вкусные лепешки в тандыре. Обожаю сельскую жизнь. Мои невестки похожи на меня. Любят работать на поле и заниматься хозяйством. Они используют заработанные деньги для нужд семьи и, конечно же, не забывают и о себе. Во время сбора хлопка прихожу на поле после обеда. Собираю 50 килограмм. Если я буду работать с утра до вечера, то могу спокойно набрать 100 килограмм хлопка сырца. Мы привыкли к такой интересной и насыщенной жизни. Труд – это результат деятельности. Лишь в нем в полной мере реализуется потенциал человека. Я как женщина могу сказать, что для того, чтобы представительницы прекрасного пола могли преодолеть такие физические нагрузки, необходимо быть очень выносливыми, морально и духовно стойкими. Сельские женщины дорожат семейными и традиционными ценностями, уважением к старшему поколению и мужскому полу. В силу более жестких условий для жизни они в какой-то мере кажутся физически крепче и сильнее женщин, живущих в городской свете. В освобожденных от хлопка местах мы высаживаем пшеницу. Наши механизаторы выполняют культивацию почвы. Завтра начнем сеять пшеницу и пустим воду. У нас будет и хлоп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На наш вопрос о том, где черпает силы и как можно справляться одновременно работой на поле Субтитры создавал DimaTorzok Как я уже сказала, один человек не сможет справиться с такой нагрузкой. Мне помогают дети и внуки еще 8 постоянных рабочих и 2 трактористы. Они вовремя получают зарплаты. После сбора зерновых каждому постоянному работнику даю по 4 тонны пшеницы. Если другие хозяйства попросят помочь с техникой, трактористы могут работать в других хозяйствах и за это получают 20% от заработанных денег. Обычно просят очистить рыки, выровнять почву, загружать землю. Тогда представляем свою технику для выполнения таких работ. Мы приобрели 8 единиц спецтехники. Рыбу раздаем в основном рабочим, излишки продаем. Сейчас на озере находится около 200 килограмм рыбы. Иногда самим хочется свежей рыбы. Ловим и жарим на обед. В скором времени планируем привезти более 100 куриц. Мы сами печем хлеб, так что покупаем только подсолнечное масло, остальное сами выращиваем. На мой вопрос, вы когда-нибудь отдыхаете? Зульфия поулыбнулась и ответила. В кишлаке практически не бывает отдыха. Только когда бывают осадки, можем отдохнуть от полевых работ. Но и тогда не отдыхаем, ремонтируем сельхозтехнику. Потому что техника должна работать всегда исправно. Это немаловажный фактор. Я родилась в Аккурганском районе, вышла замуж в Бекабад. Сама по образованию рис. Муж был финансистом. Дети тоже отучились. Я счастлива. Кроме того, после окончания сбора хлопка всем сборщикам в знак благодарности раздается еще по 100 килограмм пшеницы. Это побуждает работать с большим энтузиазмом. В этом году пшеница дала отличный урожай. Получила по 80 центнеров. Есть свой собственный комбайн. При сборе хорошо очищает зерна. Сдала план государству. Осталось для своих нужд еще 150 тонн. Раздала своим работникам. А вот эти мешки мы отложили для малоимущих семей. С окончанием хлопкового сезона мы собираемся раздать это малообеспеченным. За свою работу в администрации районных я хорошо знаю, у кого доход ниже прожиточного минимума. Мы с дочкой отвозим пшеницу жителям махалей. Актепа, Буниоткор, Узбекабад. Эти три махали знаю как свои пять пальцев. Если в доме будет пшеница, народ будет спокойно жить. Для них лучше, если в доме будет пшеница, чем мука. Потому что есть возможность при желании отдать на переработку в мельницу. У нас нет проблем с мельницами, потому что есть несколько мукомольных мельниц. А зерноотходы пшеницы с высокой питательной ценностью идут на корм домашнему скоту. Тогда и семья будет сыта, и скот будет на корме. Как и все сельские женщины, Зульфия Абдураимова скромна и трудолюбива. Ведь земледелие ленивых не терпит. Чтобы везде поспеть, надо с первыми петухами встать, с хозяйством управиться, да и самой на работу бежать. И все это в непростых сельских условиях, взвалив на свои плечи груз домашних и производственных забот. И в доме у нее всегда порядок, уют и какая-то особая гостеприимная атмосфера. Но не только напоить ароматным чаем всякого пришедшего готова она, но и прийти на помощь, если это необходимо. Именно поэтому она пользуется уважением среди односельчан. Порядок в доме, цветущий палисадник, богатый всякими овощами огород. Неоднократно в ее помощи нуждались односельчане, знакомые, и она была счастлива, если смогла им чем-то помочь. Глядя на Зульфию Абдраимову, понимаешь, насколько это открытый, доброжелательный и приветливый человек. О таких в селе говорят, без камня, за пазухой. И пусть она всю жизнь живет в селе и не ходит по выходным в театры, а ее руки познали немало труда, она все же счастлива. Многого смогла добиться в своей жизни и нисколько не жалеет о выбранном когда-то пути. Нашим следующим пунктом назначения является Махаля-Сарьюс, где на пяти гектарах земли методом Турсон-Босты высажен сорт чеснока майский. Как вы знаете, на данный момент сбор хлопка идет полным ходом. Мы также активно участвуем в сборе хлопка. После сбора урожая намерены на этих же полях посадить и другие культуры. Чтобы эффективно использовать землю в прошлом году после сбора пшеницы в сентябре месяце, посели на пятидесяти сотках земли чеснок методом Турсон-Босты. В виде зелени получили 12 тонн. Узбекский бизнесмен в прошлом году купил нашу продукцию за 200 миллионов суммов и экспортировал ее за границу. А наши расходы составили около 10 миллионов суммов. Поскольку это было выгодно, мы опять засеяли чеснок с целью получить больший доход до момента пахоты. Если в прошлом году мы получили 12 тонн и такую прибыль с пятидесяти соток, то надеемся, что с пяти гектаров получим около 100-120 тонн зелени и соответственно прибыль. Давайте разберемся, что такое метод Турсон-Боста. Известно, что этот метод использовался нашими предками с давних времен. Как правило, не считая исключений в связи с глобальным изменением климата, зима в нашей стране начинается с 15 октября и длится до 15 марта. То есть длится три месяца – 90 дней. Семена остаются в земле под плотным почвенным одеялом все эти 90 дней до наступления весны и прорастают сразу, как их пригревает солнце. Наши старейшины дали название этому процессу, имея в виду, 90 дней прошло. Внимание к расширению практики Турсон-Боста в наши дни позволяет получать достаточно обильный урожай ранней весной, то есть вперед естественного сезонного дефицита витаминной продукции, дает возможность обеспечить внутренний рынок, а также наращивать потенциал экспорта. Преимущества этого метода очевидны. Семена овощных культур в результате зимних осадков насыщаются почвенной влагой, укореняются и начинают прорастать раньше сорняков при температуре воздуха 4-5 градусов ранней весной. С повышением температуры до 18-20 градусов начинаются более стремительные рост культуры. Посаженные осенью морковь, лук и свекла бывают в 1,5-2 раза крупнее тех, что сажают весной. И в целом урожай Турсон-Боста считается скороспелым, дозревает на 25-30 дней раньше, да еще и с более высокой продуктивностью, с 1 гектара на 14-15% выше. Свою продукцию мы начинаем продавать в начале декабря. Продаем чеснок только в виде зелени, потому что наш клиент покупает его только в таком виде. На 5 гектарах земли засеяли 10 тонн семян, которые были привезены из Самарканда, потому что там есть доступная цена по сравнению с нашими и возможность выбора. И в этом году приобрели семена из Самарканда. Как я уже сказал, в прошлом году мы впервые посадили чеснок для пробы. Это второй год. В связи с хорошими доходами мы намерены впредь постоянно сажать эту культуру. Чтобы довести продукцию до места назначения в свежем виде, мы кладем лед в каждую коробку с зеленью. Доставляется до адресата в течение 4 дней. Мы планируем поставлять сырье и на внутренний рынок. До чеснока каждый год сажали картофель. Мы выращивали петрушку, укроп и другие виды зелени. Оказывается, самый прибыльный – это чеснок. Теперь мы намерены работать только в этом направлении. И своих детей учим этому. Но если в этом году посажен чеснок, в следующем году нельзя сажать данную культуру. Есть такое понятие, как сева-оборот. Поэтому чеснок посадим уже в другом месте. В прошлом году я переехал из Булангурского района Самаркандской области в Махалю-Сарюс-Янгиюльского района. Уже много лет занимаюсь выращиванием чеснока и картофеля. Абдухамид Акя пригласил меня сюда на партнерство, чтобы в сотрудничестве использовать мой опыт выращивания данного овоща. Вы сами слышали, что это прибыльный бизнес. Поэтому в этом году мы решили посеять его на более широком поле. На данный момент в Самарканде мой сын заготавливает сорта картофеля Пикассо, Эволюши и Аризона. Скоро привезем их и посадим. Данные сорта соответствуют условиям этого места. Как я уже сказал, что в сотрудничестве будем использовать мой многолетний опыт по выращиванию чеснока и в Янгиюле. После посева чеснока специальные препараты смешиваются с водой и поливается культура. Цель состоит в том, что на верхней части обработанного растения образуется невидимая оболочка, которая будет препятствовать появлению сорняков. Чеснок, который вы видите, был посажен 5 сентября. Если будете поддерживать нужную влагу, можно ожидать 100%-ный всход. В связи с тем, что качество этих земель очень хорошее, любая сельхозкультура будет интенсивно развиваться. Особенностью чеснока является то, что ему не страшен лютый холод. Из-за того, что он посажен методом тунцомбости, будет расти отлично. Вместо него потом можно сажать другие культуры. До него были посажены серновые. Если бы не использовали сева, а поро, земля, так и осталась бы неиспользованной. Каждый клочок земли нужно использовать эффективно. Жители этой махали увидели, как вырос наш чеснок и тоже начали сеять его у себя на приусадебных участках. Фермер заключил договор с соседними государствами на доставку чеснока. В целях своевременной и качественной доставки урожая мы работаем не покладая рук. От этого будет только польза. Про чеснок мы рассказали. А теперь хочу показать вам, что раньше выращивал и от чего имел основной доход. Я уже 30 лет выращиваю арахис. Этот вид ореха сеяли наши предки. И у них научился, как нужно выращивать земляной орех. Он созревает в очень короткие сроки. 5 июня мы собрали пшеницу комбайном. 6 июня начали продажу пресс пшеничной соломы. Затем в течение пяти дней готовили землю к посеву. И 10 июня посадили арахис. На один гектар земли 120 килограмм семян высаживаются с помощью трактора. Воды пьет немного, но созревание поливается всего три раза. У этой культуры очень много полезных качеств. Хочу отметить, что помимо того, что она содержит различные элементы и витамины, также оказывает положительное влияние на структуру почвы. Корневая часть арахиса собирает в себя азот. Это означает, что на следующий год будет большая польза для посева хлопка. Потому что азот считается активным компонентом в повышении производительности земли. Родиной арахиса считается Южная Америка. Это подтверждает найденная в Перу ваза, относящаяся к периоду, когда Америка еще не была открыта Колумбом. Эта ваза по форме напоминающая арахис и украшенная орнаментом в виде этих бобов. Свидетельствует о том, что арахис ценился уже в те времена. Испанские завоеватели, познакомившись с арахисом в Южной Америке, решили, что такой продукт им очень пригодится во время морских путешествий. Они привезли арахис в Европу, где европейцы стали использовать его на свой манер, даже вместо кофе. Позднее португальцы завезли арахис в Африку. Там оценили его питательные свойства и то, что он может расти на почвах, слишком бедных для других культур. Выращивание арахиса способствовало обогащению бедных почв азотом. Я покажу вам сейчас его корень. Вот, смотрите, это корень арахиса. В нем же содержится азот. Это была земля, освободившаяся от пшеницы. Посадили арахис как повторный посев. Как видите, наш арахис поспел. На данный момент идет его сбор. Есть несколько сортов арахиса. Есть виды, которые созревают в течение 90 дней. Созревают в короткие сроки и дают многотонный урожай. Экспортируем в Афганистан. Арахис – бобовое растение, листья которого служат кормом для животных. Стебли и листья также питательны, как люцерна. Поскольку это растение, которое требует обработки междурядей при уходе, почва обрабатывается в течение всего периода роста от всхода семян до формирования стручка. Это хорошее растение для сева оборота, так как при возделывании очищается от сорняков, поглощает биологический азот из атмосферы и отдает его в почву. Можно сажать попеременно с любыми техническими культурами. В качестве основной культуры высеивается в весеннем сезоне, как повторная культура после осенних зерновых. Его стебли очень полезны для скота. Мы даем стебли овцам, быкам в качестве корма. Из-за большого количества жиров он дает быстро набирать вес животным. Польза для здоровья человека тоже бесценна. Желающих приобрести стебли много, но мы столько не выращиваем. Многие заказывают заранее. Поставляем только в животноводческие хозяйства по Ташкентской области. Самаркандская, Джазакская области запрашивают сырье. К сожалению, у нас не так много этого продукта. Широко распространенными и районированными сортами арахисов в нашей республике являются Ташкент-112, Кибрэ-4, Мунтоз, Саламат. Есть сорта, которые привозят в нашу республику из Индии, Пакистана, Китая, России, Турции, Японии и других стран и культивируют в небольших количествах. Семена этих сортов – светло-желтые, темно-красные, серые, чернильные, фиолетовые, имеют разную форму – круглую, овальную, продолговатую. В общей сложности мы засеяли 38 гектаров земли. Площадь, на которой мы находимся, составляет 8 гектаров. В среднем получаем урожай по 5 тонн с гектара. С этого поля планируем получить 40 тонн. Именно на территории района Сарюс развито выращивание арахиса. Структура почвы полностью подходит для выращивания этой культуры. Мы выращиваем его по программе «Одна махаля – один урожай». До трех лет мы получаем семена из собственных посевов. Потом нужно приобрести оригинальные семена, потому что качество может снизиться. Если хотите получить хороший урожай, значит, нужно периодически закупать новые оригинальные семена. Арахис собираем с помощью трактора. Мы слышали, что в Китае есть специальная техника для сбора этой культуры. Техника имеет возможность отделять арахис от почвы и от стебля. Нам удалось привезти такую технику. Планируем использовать ее в качестве эксперимента на нашем земельном участке. Одной из основных целей является поставка качественной продукции с использованием необходимой техники. В Бекабадском районе Ташкентской области действуют фермерские и дихканские хозяйства, а также владельцы приусадебных участков. Всего в районе имеется 561 фермерское хозяйство на площади 49 470 гектаров. Фермерские хозяйства являются многопрофильными и на площади 27 287 гектаров число хлопко-зерновых фермерских хозяйств составляет 222. Количество фермерских хозяйств, специализирующихся на рисоводстве на площади 3428 гектаров, составляет 60. Рыбоводных фермерских хозяйств на площади 1558 гектаров 57, 90 садоводческих фермерских хозяйств на площади 2625 гектаров. Число выщеводческих фермерских хозяйств 72 на 2288 гектарах. Число животноводческих фермерских хозяйств 54 на 1628 гектарах. А количество птиц и фабрик составляет 4 на площади 80 гектаров. И еще 2 пчеловодства. У Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участках есть полномочия юридически защищать права фермеров. То есть они могут пользоваться юридической службой бесплатно. Передовые фермеры район регулярно прочитаются Республиканским советом. В Бекабасском районе функционируют 6892 дехканских хозяйства на площади 2101 гектар. В районе 25100 владельцев приусадебных участков. Общая их площадь составляет 2197 гектаров. На приусадебных участках высаживают собачные культуры, бобовые и зерновые культуры, лук, чеснок, богатые витаминами, кинза, укроп, петрушка. Бекабасским районным советом фермеров было внесено 92 исковых заявлений. В размере 17 миллиардов 110 миллионов 600 тысяч сумм, 84 удовлетворено судом в размере 8 миллиардов 841 миллиона 600 тысяч сумм. Следует отметить, что постановлением президента индивидуальным предпринимателям разрешили экспортировать плодовощную продукцию без страхования договора от политических и коммерческих рисков, предоплаты и банковских гарантий. В соответствии с указом президента от 24 августа 2022 года о мерах по надежной защите неприкосновенности права собственности, недопущению необоснованного вмешательства в имущественные отношения, повышению уровня капитализации частной собственности, с 10 ноября 2022 года индивидуальным предпринимателям предоставляется право на осуществление экспорта плодовощной продукции без предварительной оплаты, открытие аккредитива, оформление банковской гарантии и наличие полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков. Да, сельское хозяйство – один из ведущих секторов экономики Узбекистана. Наша страна обладает благоприятными природно-климатическими условиями, а также специалистами в агропродовольственном секторе. Для развития данной индустрии... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok